А ещё учёные объявили об опасности газовых плит. Говорят, они вреднее пассивного курения, потому что выделяемый бензол накапливается в домах с плохой вентиляцией и негативно влияет на здоровье людей. Так ли страшен бытовой газ, выясняла Алёна Каштанова. А если не будут брать, отключим газ. Да уж, жизнь без бытового газа представить сложно, особенно тем, кто родился ещё в советское время. Газовые плиты, казалось, были в домах всегда. Да, на кухню Оксаны такая, как минимум с 90-х. Тогда они с семьёй и въехали в эту коммунальную квартиру. Разогреть овощную рагу на ней – секундное дело. Во-первых, регулируется пламя газа. То есть, если нужно конкретно сделать побольше пламя. Я даже вспоминаю свою молодость, когда мы жили в общежитии, у нас была электроплита. После газовой плиты на электро мне было очень трудно привыкнуть. Однако у газовой плиты есть и недостатки, которые, уверены учёные из Стэнфордского университета, перевешивают достоинства. По данным последних исследований, неполное сгорание бытового газа, которое происходит в плохо проветриваемой кухне, ведёт к образованию бензола – опасного канцерогена. Образуется бензола примерно столько же, сколько после выкуривания сигареты. Только в 30% случаев, исследованных американскими учёными, содержание бензола превышало в 2-3 раза то количество, которое содержится в табачном дыме. И пусть это ниже по ДК, но риск для здоровья вполне реальный. Попадая в организм человека, бензол вступает в реакцию с его клетками. Они могут взаимодействовать с ДНК, с белками, окислять их и вызывать повреждения молекул ДНК. Если есть достаточно длительное и высокое воздействие такого канцерогена, то это может закончиться развитием опухолей. Ключевые вещества в составе бытового газа одни, а значит опасность существует и для жильцов российских квартир. В большей части это метан, там от 75 до 98% газа метана. Остальное это примеси, это пропан, ну и другие углеводороды. В свете новых открытий запрет сносить перегородки между кухней и другими помещениями в квартирах с газовым оборудованием кажется нелогичным. Ведь чем меньше площадь, тем больше концентрация вредных веществ. И тем не менее нормы не просто так существуют ещё со времён массовой газификации в нашей стране. В процессе работы плиты, угарный газ, если он попадает в помещение, а жители у нас подчас используют плиты для отопления. И при затухании, соответственно, газа у нас происходит массовое отравление. Решить проблему могло бы обязательное наличие вытяжек в кухнях, но пока жильц их устанавливают по желанию. И зачастую неправильно. У нас очень многие жители используют как раз вот те самые решётки и являются каналами естественной вытяжки. Они используют для подключения зонтов кухонных с вентиляторами. И у нас, получается, верхняя часть помещения не вентилируется. Но и маленькие решётки, особенно с годами, плохо справляются с этой задачей. Поэтому сегодня в новых квартирах проектируют уже два канала для воздухообмена. К одному из которых жильцы могут подвести кухонную вытяжку. Если же на кухню он один, в систему вентиляции вмешиваться не стоит. В этом случае, увы, во время готовки остаётся только открывать форточку или окно. И делать это надо обязательно.